да спасибо большое за возможность выступить в этих стенах я сотрудник от математики гораздо более далёк пострадал потому что в общем-то диссертация кандидатская была сделана под моим руководством я там заставлял его вот смотрели и внедрять вот это вспоминает как некоторую ужас ну тем не менее все получилось да и в общем-то но это парк раз модель которая двухкомпонентная рассказывал мы пытались внутрить как средства диагностики разных по типу диабета и при диабета это в общем-то получилось ну сегодня не об этом сегодня я расскажу о помповой инсулинотерапии непрерывного мониторирования гликемии но опять же с точки зрения клинициста с точки зрения математика александрович потом расскажет действительно то чем мы сегодня имеем дело во всех сферах деятельности в том числе и в медицине особенно в терапевтологии применительно к сфере мониторинга уровня глюкозы и введение инсулина это средство собственно говоря введение инсулина средства мониторирования разрабатываемые и уже созданные проходящие клинические испытания так называемой технологии закрытого контура когда эти два устройства замкнуты друг на друга и обеспечивают введение инсулина в автоматическом режиме ну и другие системы поддержки решений и автоматизированных алгоритмов для принятия решениям как врачом так и пациентам разные существуют системы естественно разрабатываются новые препараты но об этом мы сегодня говорить не будем процесс он конечно растет в экспоненте и собственно говоря вот за 10 лет удобства для пациента и первую очередь но это врача повысилась можно стоять на порядок да если здесь частиц на этим слайде представлены как раз первые системы называемого закрытого контура которые всего лишь 2007 году представляли из себя ну как минимум три прибора еще и нужно получать который за этим присматривал потому что нужен был датчик измерения глюкозы отдельный прибор датчик введения инсулина второй прибор если это би гормональной системы для введения глюкогона еще третий прибор плюс компьютер для свечи можно немножко гонять почему потому что она я имею работы с математиками которые ничего не имеют никакие представления в медицине и поэтому может быть какие-то вещи трудно воспринимать о чем идет речь значит идет речь об искусственной бета-клетке на создание это моделирует то есть сейчас же это делается как инсулин водится да и бровь глюкозы крови определяется да и в общем то как сахарный диабет корректируется теперь что сделано на следующий шаг вместо шприца сделали помпу да которая в общем то подает инсулин уже в общем то изощренным образом там какой-то базальный режим на еду и так далее но это все в ручном режиме и ты все равно смотришь уровень глюкозы крови и в зависимости от этого управляешь помпы но теперь в общем то процесс в общем то управление раньше заключался ты вел из подходит жировой клетчатки всасывается инсулин все а теперь в общем то весь инсулин находится в помпе и ты отдаешь маленькими дозам и зависимости от этого ты можешь уже более тонко регулировать уровень глюкозы крови но это надо брать из пальчиков крови и так далее поэтому была вторая задача как сделать так чтобы в общем то из пальца непрерывно можно было исследовать уровень глюкозы крови да и поэтому и может быть связать вот этот аппарат по непрерывному исследованию глюкозы крови с помпой чтобы по уровню глюкозы крови математическая модель управляла помп поэтому на текущий момент открытый контур это что есть у нас помпа которая подает инсулин я это все расскажу картин а ты повторишь это нормально ну чтобы вот сейчас было и в общем то теперь у нас есть в руках помпа и если у нас аппарат исследования гликемии и о чем говорит я их сечь когда говорит что замкнутый контур это вот движение по направлению к замкнутому контур то есть что глюкоза которая определяется аппаратом непрерывного исследования гликемии в общем то передается информация к программе программа в зависимости от того какой показатель гликемии там мат модель она в общем то подает управляет помпой и значит круг замкнулся но вам как управляться это понятно а разомкнутый пока мы работаем в клинической практике сам по себе больных смотрит такой глюкозы крови и управляет перед между глюкозой крови и топы находится больную как только мы устраним круг замкнутся поэтому пока нам мешает больной управлять и плюс технически все это было достаточно сложно и невозможно бытовой жизни ну и за 10 лет вот на последних правом нижнем углу собственно изображены текущее состояние когда он представляет собой маленькая и датчик мониторирования глюкозы он совсем маленький вот там внизу тоже изображена вся программное обеспечение зашито в программу то есть это вот всего на все задействует к чему наука и практика пришла но это есть и посмотреть на эти устройства более реально на примере масса есть производителей в россии представлены два на текущий момент роша электроник это вот эволюция устройств компании метроник систем с которыми мы начинали cgms болт это вверху систему мониторирования такие парады похожие на холтер с проводами и так далее к системам айпро вот да который на 2007 году то есть маленькие совершенно приборчики которые не мешают пациенту которые передают блютуз всю информацию ну и системы скажем так об этом я еще подробнее расскажу полу замкнутого контура который частично например хотя бы в фоновом режиме начинают подавать инсулин в зависимости от показателей глюкозы измеряемый сенсором для глюкозы это 670 конечно возможно это 670 модель которая коммерции появилась в штатах у нас пока нет у нас максимум что можно пациенту доступно до 640 модель то что вы рассказываете это относится к носимому прибору который коммерческим да вот это все коммерческий прибор да это именно эта фирма именно да есть две фирмы можно вас одну ручку секундочку спасибо то есть вот это вот пик вообще развитие мировой не науки а уже практики то что можно приобрести за деньги то что прошло одобрение в день то что используется вот этот я не могу сказать у нас вот этот прибор вот эту предыдущая модель по сути система тоже соединенные до мониторинга и введения но не работающие полностью автоматическом режиме только частично это 640 модель она стоит 300 тысяч рублей и обслуживание в месяц будет имеется ввиду расходные материалы для мониторинга и непосредственно там эти все трубочки канюля но это если мониторироваться 365 дней как будто это будет около 20000 рублей в месяц то с чем мы работаем и то что доступно реально доступно бесплатно по системе у мс это обычные пумпы ну модели в общем то вот примерно таких да они тоже вот эти вот могут быть ассоциированы с прибором вот таким же вот мы его используем 2 это но это немножко другое это слепое мониторирование это то что пожалуйста у нас клинике 200 случаев год мы проводим обучаем пациентов с этим как бы работать начинали мы вот эти вот приборы должен хорошо помню вот эти вот проводки у нас и стирались многократно и приходилось закупать потому что он такой вот можно чуть-чуть разводом крема терра до походу ну во первых надо всегда видеть как ты далеко от бога а дело в том что вы видите какой замечательный какой замечательный компакт величины с ладони до привод как бейджа размер пейджер меньше но что собой представляет бета клетки поджелудочной железы значит все бета клетки если собрать вместе которые они занимают в объеме один кубический сантиметр при этом работали 90 100 лет непрерывно что значит у нас аппарат который величиной спейджер как ты говоришь да и работает скажем если мы его не перезаряжаем и так далее максимум неделя вот где мы находимся то есть неделя и скажем 200 грамм до 90 лет и один кубический сантиметр то есть очень далеко за последние 20 лет да мы пришли от стеклянных шприц шприцов так вот все таки таким вещам главное этот кубический сантиметр там еще помещается огромный завод который производит плюс производства конечно это совсем другие технологии вот ну и плюс да к этому еще есть программное обеспечение которое позволяет выгружать всю информацию обоих скажем так базового устройства если они совмещены в одном и получать всю необходимую аналитику в опять же в режиме в том которым это удобно там за час за неделю за месяц и тогда это все это программное обеспечение тоже созданное есть стоп значит теперь значит где ваше место здесь да почему мы к вам пришли значит мои друзья сейчас и делают отечественную помпу потому что есть в управлении зарубежной помпы нам никто не даст а если даст то у вас все равно украдут значит то чего мы делаем вот поэтому это дорогостоящие вещи разрабатывают в общем-то эти модели друг василии николаевича это кобели вот вместе с ним и теперь его помогает болгарин ковыч его мы с ним сотрудничаем вот где бы скажем мы могли бы сделать значит у нас есть аппараты они у нас есть так сказать не наши производители но ими можно внешне управлять это значит брать информацию туда это средство непрерывного исследования глигемии да значит у нас в общем-то мы практически вот-вот сделаем отечественную пункту которую в общем-то можно было управлять значит первым мы могли с вами начать совсем с простых вещей с интенсивной терапии вот сейчас больные скажем которые находятся в состоянии инфаркта инсульта других критических состояний у них сахарный диабет в общем опять все поставил шприц и так далее если бы нам бы аппарат уже подачи инсулина непрерывного они уже есть они как бы есть в любом отделении интенсивной терапии значит у нас мы можем подсоединить к этому больному устройство непрерывного исследования гликемии если бы мы вместе с вами разработали компьютерную программу которая бы данные по непрерывному исследованию гликемии под эти данные управляла устройством подачи инсулина интенсивной терапии получили то что как бы считается сейчас банальность электрокардиограмма у нас показатели гликемии как это все идет мы спасли бы жизни очень многих людей а технически это возможно осталось в общем-то но с вами объединиться да и сделайте нам такую программу которая соединяет одно с другим управляющие и вот здесь вот как бы второй тут есть о чем поговорить вот когда вы говорите мат моделирование мы с вами можем выбрать мы моделировать ситуации реально совсем давно и вот здесь вот наше с вами место то есть вот если готов кто-то подсоединиться к этой программе мы бы тогда подали фонд и все прочее мне казалось бы ну это то что как бы доступно опять же проблема в чем что еще здесь на каждая компания производит она делает все программы только под свое оборудование для метроника создана и и никак нельзя подсоединить к помпам роша например аналогичные программы нет сопоставимый по качеству они значительно для обработка материала то же самое очень несколько слов вот как бы зачем это все надо да то есть в принципе попова инсулинотерапия о всем тем пунктам которые мы оцениваем эффективность лечения диабета гипот число гипогогемических реакций уровень гликированного гемоглобина новый относительно пункт вариабельность гликемии то есть разброс значения от верхнего до нижнего чем он меньше тем лучше и качество жизни в массе массе данных разных исследований в целом он показывают лучший результат чем режим множественных инсулина а соответственно если помпы ассоциированы с прибором непрерывно мониторированной гликемии то эти приборы этот метод лечения показывает лучшие результаты чем просто кому масса примеров я не буду на этом останавливаться при этом конечно одной из больших проблем это возникает вообще в этом всем деле высокотехнологичных этих вещах не от недообученность как врачей так и конечно не а недообученность пациента в глобальном смысле этого слова то есть для того чтобы пациент мог использовать те колоссальные возможности которые он подает он должен быть обучен он должен понимать что на текущий момент это все-таки не автомат такой полуавтомат и возможности нужно подключать мозг для того чтобы это все заработало то есть обучение можно только обучение а вот чего бы как бы нам не хватает и все время тоже этим занимался очень простую программульку студенты у меня приходили на занятия и чтобы они получили представление как действует инсулин как подбирать инсулин я сделал очень хитрый прием там почти никакой математики сплошная арифметика но это когда на компьютере выглядит изумительно значит исходная кривая которая практически нормально и она сделана на фоне как бы определенной схемы лечения потом я ее ломал да и они должны были угадать меняя дозу инсулина значит они должны были выйти на ту кривую которую я сломал это в общем-то решало массовые технические проблем не надо было никакой математики делать это все на пальцах но это производило неизгладимое впечатление таскать на студента на всех прочих как значит они меняют дозу инсулина как это меняется теперь что нужно нужно конечно было бы чтобы в общем-то было математическое хорошая модель работы помпы аппарата непрерывного исследования гликемии с этими кнопочками и так далее чтобы скажем врачи которые пришли даже можно дистанционно они понажимали бы кнопки понятно понажимали бы какие-то диеты вводили бы туда определенную углеводную нагрузку значит меняли дозу инсулина это для врачей да может быть более так сказать профессионально сделано и то же самое для больных мы обучаем больных как это делать но в целом в общем-то они экспериментируют на себе но организм вы даже не представляете как прочим изглова то есть в общем то так навредить себе чтобы прямо тут же умереть это очень сложно вот поэтому в общем-то все более-менее обходится поэтому нам все равно это эксперименты на себе и поэтому хотелось бы да чтобы если бы скажем мы сделали такую модель которую мы могли дать в виде обучения у нас есть теперь полно всякого рода как это называется центры симуляционные центры и можно было бы вообще продавать симуляционным центром это хозяйство нет ни одной программы никто этому не разработал модель как полигон да конечно конечно и симуляционным управлением сейчас используется конечно да конечно более того конечно это было бы идеально сделать в режиме 3d из этого делаете да то есть нужно надевать я смотрел вообще потрясающе 3d не нужно да нам не нужно да но вот кому-нибудь оттуда поэтому это было бы классно а так 3d даже не нужно но сделайте вот эти вот вещи это же с моей точки зрения очень простая задача для математиков вашего класса вообще элементарно давайте сделаем вместе ну и собственно говоря до до 2015 года установка в широком масштабе она не производилась потому что собственно говоря самая простая модель помпы столько было 100 тысяч рублей и ну и вот самая дорогая то что есть у нас 300 тысяч рублей ну и плюс средства не дарили на гликемии с внедрением вот этого программы согласно поставили правительство да мы с 15 года имеем достаточно широкие возможности по установке помпу в рамках программами цель на медицинского страхования то есть на это деньги выделяются и собственно говоря вот в нашей клинике мы порядка 200 помп ежегодно взрослым ставим и столько же отделение педиатрии ставит детям с первым типом то есть востребованность вообще этого метода как бы востребованность такого рода программ огромное вот если бы скажем мы это сделали за год больше чем на год работает тут нет я знаю как делать да я знаю прекрасно что что мне будете говорить у нас есть больные с сахарным диабетом который получает помпы под наблюдением на сколько счет 1000 московской области примерно 2000 пациентов которые находятся на компанию терапии сказать что они все под наблюдением мы не можем не в общем то они были используя наш да то есть 1600 прошло именно через нашу клинику они есть базе их можно вызвать на апробацию причем это же вы разный уровень обучения начальному включая перетворительного обучения значит причем поставить компу по идее надо хорошо учить продавить ну да когда к сожалению тоже работаем несколько ограниченных условиях мы знаем как рада но не всегда так делаем но возможности к совершенствованию есть вот это вот цикл для врачей есть который тоже в обе системе так называемые природного образования которое внедряется он кредитован то есть вопросами он кстати говорят симуляционный как раз то есть в этом смысле мы обучаем не только пациентов не только лечебной работой занимаемся но и образовательной работой врачей ну и собственно этот цикл у нас четыре раза в год уже идет он трехдневный и пользуются так скажем еще что меня забыла что сделал кабель да у него так называемый силиконовый диабетик то есть у него есть модель сахарного диабета он в общем то снимает некоторые параметры с больного потом вводит эти параметры в эту модель да и в общем то на этой модели подбирает оптимальный режим работы порту и даже более того в оптимальный режим программирования искусственной бета-клетки ерунда легко делается вот но кроме него никто не делает потому что в общем то таких специалистов как кабель василий николаевич и так далее но я может быть практически в мире нет да потому что это простые вещи вот и поэтому пока давайте вместе это так очень вкратце что что у нас есть и какой плацдарм дать и а теперь что вот собственно говоря разрабатывается то что можно отнести к системам называемый все-таки искусственной поджелудочной железы то есть соответственно вот то что понимается под системами закрытого контура но вот уже рассказал то есть это собственно говоря инсулиновая помпа и прибор мониторирования гликемии которые программным алгоритмом объединены и работают в автономном режиме второй вариант который тоже создан прототип и ожидается что он 21 году выйдет в коммерцию это называемая бионическая поджелудочная железа все то же самое но наде гормональная то есть инсулин и 2 его антагонист глюкокон соответственно алгоритм подразумевает возможность введения гормонов минуточку я добавлю так чтобы было понятно то есть когда мы делаем бета-клетки да то у нас регулировали регуляторы и регулируемый параметр значит регулятор инсулин да регулируемый параметр этого уровня глюкозы крови а когда у нас бикормонально то в общем то у нас получается два регулятора один инсулин второй глюкогон и значит зависимость от того какие показатели гликемии надо отмоделировать как работает лоба два два этих регулятора потому что задача бы не такая банальна как кажется на первый взгляд вот третьим пунктом у меня указаны другие технологические решения но это все гораздо более далеко от какой-то практики неизвестно естественно исследования разные ученики тут один из такой биореактор как-то представляем конференции но это все пока далеко от практики вот первые два варианта они но они очевидно они есть виде работающих прототипов они к созданы ну естественно к сожалению за рубежом так но это происходит все очень очень быстро про 670 модель которая работает автоматическом фоновом режиме я сказал то есть если вот на графике это рисовать ну рисовал не я фотографировал на конгрессе то по сути мы очень близко находимся да ты совершенно не устройство алгоритмов введения инсулина и мониторировали уровня глюкозы мы уже почти вот приближаемся к этой точке создание и использование систем закрытого контура оптимистическая оценка 5 лет пессимистическое 10 лет ну да собственно говоря два слова и там просто моя любимая история про опять же человеческий фактор иногда вот так вот собинатор и аспирант работаем в общем-то довольно довольно пессимистической мысли о том что мы живем такую эру больших компаний транснациональных корпораций все у них схвачено и только там может какие-то решения изобретения собственно говоря дамиана да это инженер который но был далек совершенно диабетологии диабета пока его сын не заболел диабетом первого типа и он как вот родитель проанализировал существующие методы лечения решил что достойного и удовлетворяющего его как родителя требовали метод лечения диабета нет именно он придумал и и создал вот этот работающий прототип бионической желудочной железы ну естественно не один на коленке нашел инвесторов и так далее да который но идея ему полностью его до биническая поджелудочная железа например опять же энтузиазма и как можно сделать вообще не имея никакой фирмы вот здесь вот это уникальная помпа инсулиновая вот на часовом механизме который в свое время я изобрел так и благодаря поддержке двух людей больного инженера который в общем-то был изобретатель второй значит есть такой академик деда тогда мы работали на кафедре значит хорошо знал директор второго часового завода в течение недели мы его сделали то есть вот это вот эту как бы помпу и в войне находился несколько лет на ней в общем-то мы тогда промышленные производства запустить не могли но вот есть патенты все прочее здесь тоже написано сделали за практически то то есть идея была обсуждена примерно через два месяца инженер принес в общем-то некоторых модель сделанную на будильнике слава маленьком и через неделю уже второй часовой завод сделал вот эту вот модель это я к тому что действительно в общем-то некоторые вещи кажется нужно усложнять ну и опять же как иллюстрация то есть собственно исследование начинались с работающими компами предыдущих моделей но одной был инсулин другой глюкогон плюс до устройства монетарирования это наверное где-то вот одиннадцатый двенадцатый на одной из конференций был работающий прототип 2015 года представлен как уже одного устройства через два года они сами его не выпускают про козы представляет вот такой работающий прототип который вот они сейчас должно два исследования крупных завершится они обещают что в таком виде уже это устройство выйдет и она сочетает массу технологических решений то есть ожидается эффект выхода этого коммерческого устройства если он все-таки выйдет как на рынке смартфонов в свое время первой модели айфона сделала такой же вот некий прорыв ожидается по выходе этой бигромональной помпе ну исследование опять же целый ряд исследований показывают о том что такая бигромональная помпа имеет клинический целый ряд преимуществ перед обычными пунктами ну и там сразу вот к ней часы и так далее вот еще один пример очень интересный опять же можно посмотреть зайти на этот сайт это второй пример когда опять же один человек создает нечто вполне себе работоспособное то есть это портал открытые искусственные поджелудочные железы данный юристом а страдает церковь диабетом первого типа то есть фактически некий открытый алгоритм для работы закрытого системы закрытого контура лежит прямо у них вот на сайте и она он позволяет собирать некую систему почти закрытого контура из подручных устройств из тех которые есть разных моделей комп разных моделей из систем монетарирования разных моделей ну и нужен какой-то опять же устройство которое будет обеспечивать алгоритм то есть компьютер ну и о новых технологиях внепрерывного мониторирования гликемии сейчас мы имеем ряд устройств которые измеряют великими лечения либо не гликемии а уровень глюкозы в мешклеточной трансфициальной жидкости потому что они все остаются тоже подкожно-жировые плеча датчики также как и инсулируется ну и вот был представлен прибор совершенно другого поколения которое может работать в автономном режиме до года соответственно он выглядит как небольшой транзистор такой вот он сравнение сравнение стать полоской изображен то есть он совсем маленький он через маленький надрез вставляется под кожу сверху крепится передатчик и собственно говоря вот он на текущий момент может работать но они обещают продлить до года технологически это возможно можно чуть-чуть добавлю да но если ты этим не занимаешься то конечно вот этого пара вот так не видно что вообще надо сравнить больной сахарным диабетом определяет уровень глюкозы крови пять раз в день проколовая палец посчитайте сколько в год доделает про как проколовый палец теперь дальше вторым вариантом аппарат непрерывное исследование гликемии значит надо не менять этот сенсор раз в неделю это тоже не такая простая вещь воспаление все такое прочее значит это существенно меньше чем прокалывание теперь что предлагается маленький укольчик потом жировую клетчатку вот этого на на устройство и год ты просто берешь под подставляю смотришь что эти показатели любоза крови в любой момент ничего не прокалывая да ты в общем-то наблюдаешь показатели глюкозы это раз а второй момент решена проблема вот действительно искусственной протоклетки ты уже это можешь задать замыкать на помпу и так далее тебе не нужно никаких в общем то здесь не провода ничего ты прям информацию снимаешь изнутри организма и передающим на управляющие устройства это необыкновенные правила потому что это та проблема которая была тормозила развитие вот этого аппарата искусственной пожелудочной железы протоклетки тогда и она сейчас решена поэтому я считаю что пять лет может быть даже и пессимистическая оценка как только это выйдет производство не просто продемонстрировали но пока то сказать вообще говоря клинические испытания эта компания неизвестная ever cents торговая марка компании сенсионикс но они заключили партнерское соглашение с рожь которые должны выпустить новую это пока все как бы секрет никто это технически являлся технически это так то есть они заключили партнер и вообще было высказано 10 лет назад идей заключается как бы следующим довольно изощренное я был на этой конференции спрашивал когда не сделает значит ситуация такая что сделали такую пленочку которая имитирует глюкозный рецептор как только в общем-то глюкоза связывается на пленке с этим рецептором выделяется фотон и он проникает через кожу и поэтому в общем-то чем больше таскать уровень глюкозы кроет тем больше фотон протекает через кожу это мой ловитель это ловушка это точнее чем даже определение глюкозы крови в лаборатории сейчас вот в любой клинике потому что здесь прям связь да и не все прочее и они сделали это пускать накрыться какие-то когда сделать не будет через 10-15 они завод уже все тот же принцип а ну и собственно говоря специализированных конференциях даже уже последние два года не обсуждается там эффективность порт и так далее идет рассуждение только о различных алгоритмах какой алгоритм именно является на лучшем для и лучшим исследования тех алгоритмов таких алгоритмов ну и конкретных технологических решений собственно говоря и мы находимся в процессе не то что создания в ожидании выхода на рынок системы закрытого контура ну и вот один из докладов о том что собственно говоря на этом дело не остановится потому что если мы в любом там приложение уже можем померить большими пока подвешенствами но можем померить оксиденацию до снятия когда через смартфон плюс у нас есть устройство через которое можно подавать различные лекарственные вещества то конечно по сути будущее устройство в обозримом будущем они могут регулировать гораздо больше чем просто уровень сахарокрови да они будут более мультифункциональные с возможностью регуляции артериального давления частоты сокращений и так далее через какое-то одно такое устройство которое будет не такое какое-то далекое будущее как можно заключение собственно говоря это первое инсулиновая компа она выглядела вот так ее создатель весело к нам килограмм соответственно водил внутривенно но тем не менее она работала и это было всего 45 лет назад и 40 до 45 лет прошли достаточно большой путь и приблизились плотную по сути вот таким вещам поэтому конечно это все очень приятно и хотелось бы конечно чтобы у нас тоже стране мы какой-то пассивный вклад в этом всем принимали не только покупая и используя но и сейчас в этих разработках и внедрениях и совершенствования таких устройств спасибо за внимание спасибо спасибо на вопрос